Путь к мировому признанию. Кыргызская компания Кельдыке в лице ее основателя Чингаза Макешева получила награду мемориального фонда Карла Фабеже. Популяризация украшения с учетом национального колорита и многовековых традиций кыргызского народа взяла свое начало, можно сказать, именно с создания этой компании. На торжественном собрании побывала и наш корреспондент Шеяна Снакунова. Вручаются ордена Большой Перхин и Большой Романовский грамм. Кыргызский этноавангард покорил лучших экспертов ювелирных украшений. Кыргызстан – 18-я страна, получившая признание фонда Фабеже. Чингаз Макешев взял курс на мировое признание. Сегодня продукция его компании экспортируется в Штаты, Италию, Россию, Китай, Данию, Германию и Голландию. Сейчас интернет-продажа у нас составляет 50% выручки нашей компании. И к нам поступает предложение открыть ювелирные бутики в Израиле, в Калифорнии. И мы хотим в ближайшие три года стать мировым брендом. Я для себя сделал такое маленькое открытие, что кыргызский орнамент, 2000-летней давности, он отличается более крупной, чем казахстанский. У вас тоже присутствуют треугольники, в частности. На самом деле треугольники для ювелиров – это такой масонский символ. Достичь успеха он смог благодаря упорству и труду. Даже находясь на грани, он не опустил руки хотя бы ради тех, кто поверил в него. Тысячи моделей были сделаны с 2004 года. Чтобы создавать их, нужно вдохновение. Я черпаю его в дождливый день. Ювелиры этой компании работают на лучшем мировом оборудовании, очень высокого технологического качества. Сегодняшнее признание фондом Карла Фаберже. Он каждый год выбирает лучшие ювелирные компании мира и награждает этим ордоном. Мы очень горды тем, что мы прославляем и доносим кыргызскую культуру. Мемориальный фонд Карла Фаберже основан в 1996 году. Это случилось в год 150-летия со дня рождения великого ювелира. В 2000 году фонд стал международным.